Коробочка, которую уже хочется схватануть, конечно, и сразу начать рассказывать. Chromecast, ну и в смысле Google Chromecast у нас сегодня в гостях, если можно так выражать, хотя я ненавижу, когда так говорят в обзорах, но ладно. В гостях у нас Google Chromecast. Он любезно предоставлен магазином common.kz. Вот так он, кстати, выглядит, но поподробнее сейчас расскажем. Ну и, кстати, изображение на экран тоже передается при помощи Chromecast вот отсюда. Долгое время Google Chromecast шел исключительно с надписями на английском, пока не вышел на более широкие рынки. Сейчас уже у нас коробочка, где все на русском, все довольно-таки понятно, причем я объясню, почему нам это нужно, потому что сразу внутри, здесь мы встречаем короткую инструкцию о том, как пользоваться устройством и что же с ним в первую очередь делать. Кстати, сам Google Chromecast выглядит вот так. Размером с флешку, ну причем таких старых времен, довольно весомое устройство. 30 граммов весит оно, и это прилично, не ожидаешь именно такого веса от него, но пока внушительно. Ладно, откладываем в сторону, смотрим, что там у нас дальше в комплекте. Мало кто знает, что самому Chromecast, помимо его HDMI-подключения, нужно еще и USB для дополнительного питания. Вот здесь, кстати, в инструкции все об этом сказано. И питание может быть не только как от идущего в комплекте зарядника, который тоже, естественно, есть, но и, например, просто от USB-разъема в вашем телевизоре этого питания вполне будет достаточно. Также в комплект Google практически, можно сказать, заботливо вложили HDMI-удлинитель. Удобная штука, учитывая, что не у каждого телевизора есть удобный разъем именно для такого устройства. Иногда оно просто не помещается, иногда ему мешают какие-то дополнительные крепежки или еще что-то. А иногда просто хочется иметь возможность быстро отключать-подключать, потому что бывает, что HDMI-кабель, точнее, вход в телевизор только один, и нужно, например, выбирать иногда между Chromecast'ом и просто кабелем. Поэтому вот такой вот переходничок будет очень и очень удобен. На самом кабеле написано, что HDMI-удлинитель предназначен для подключения Chromecast'а к HDMI-порту телевизора, здесь все понятно, и улучшения качества приема сигнала Wi-Fi. Не знаю, могли ли Google каким-то образом вставить сюда дополнительную антенну или что-то в этом роде, но, во всяком случае, так написано. Хотя, возможно, качество приема увеличит лишь то, что вы подальше отодвинете от телевизора свой Chromecast. Начну сразу откровенно. Google Chromecast'а — это та штука, которой я сам уже пользуюсь и люблю ее безумно. Он универсально заменил мне длинный HDMI-кабель, который я всегда подключал к ноутбуку для того, чтобы посмотреть что-то на телевизоре, потому что к нему уже, в принципе, не подходит никаких контент. И, собственно, наверное, для этого Google Chrome нам, жителям постсоветского пространства, и будет интересен. Само по себе устройство придумывалось для того, чтобы человек мог транслировать на телевизор другие потоковые сервисы, которые очень сильно развиты в Америке, но, естественно, еще не дошли до нашей страны. Давайте говорить о нем с позиции того, почему это будет интересно нам. Самая главная и приятная особенность — это возможность транслировать содержимое вкладок Google Chrome. То есть любая вкладка, которая есть у меня в Google Chrome, может быть отправлена сюда, на телевизор. Причем это, как вы понимаете, может быть и более существенное расстояние в вашем доме. То есть вы можете находиться со своим ноутбуком где-нибудь там на кровати, а у вас на стене может висеть телевизор, либо может быть проектор с HDMI-входом, с которым тоже, естественно, Chromecast сдружится. Сюда полностью транслируется все содержимое вкладки, в том числе и звук. То есть если я вам сюда сейчас запущу, например, сериал, он, естественно, тоже будет передаваться со всем звуком и всей наполненностью. Делается все это очень просто. Ставится всего лишь дополнительное расширение для Google Chrome, и вот вам, пожалуйста, сериал. Причем, более того, многие современные сервисы, в том числе... Надо ждать звук. Сейчас, сейчас будет вам звук. Так. Доказательства. Так, кстати, Chromecast выглядит в своем нерабочем состоянии. Он хватает некоторых изображений в интернете и транслирует просто на экран, чтобы вам было, ну, так сказать, не скучно. Помимо всего, естественно, он может забирать изображения из YouTube. Причем с YouTube все работает гораздо лучше, чем, например, с трансляцией вкладки в Chrome. Начну обо всем более детально. В общем, когда вы транслируете вкладку Chrome, вам нужно не отключать компьютер, потому что, естественно, работает этот компьютер, после чего, делая некие операции со страницы, отправляет ее непосредственно на телевизор. Если же вы отправите видео из YouTube, то он начнет транслироваться напрямую. То есть сам сервис YouTube будет в обход вашего компьютера транслироваться на Google Chromecast. Причем вы можете создать заранее выверенный плейлист в YouTube и выключить свое устройство, будь то ноутбук, будь то телефон, неважно на какой платформе, и спокойненько смотреть на телевизоре весь тот плейлист, который вы заранее для себя придумали. Причем даже того функционала, который есть уже сейчас в Google Chrome, будет вполне достаточно, потому что вы можете оставить вкладку открытой. Например, там будет идти сериал, который транслируется на Google Chromecast, а сами пользоваться другими вкладками. То есть можно вот так вот разделять хозяйство в семье. Если кто-то хочет посмотреть фильм, не нужно ему отдавать ноутбук. Просто отправьте изображение на ваш, может быть, не самый умный телевизор, который станет умнее благодаря Chromecast. Самое главное — это цена Google Chromecast в официальном магазине от Google стоит 35 долларов. До нас он доходит с разной ценой, и обычно оно варьируется от 50 до 60. Найти устройство, кстати, вы можете в магазине common.kz. Никаких дополнительных рюшечек, фишечек устройству и не нужно. Я имею в виду ни пультов управления, ни каких-то контроллеров. Он целиком и полностью управляется либо со смартфона, либо с вашего компьютера. Да и какое там управление. Отправил, что тебе нужно, посмотрел и так далее. Кстати, такой портал, как ts.kg, вообще работает с Chromecast замечательно. Мало того, что серии переключаются автоматически у вас на компьютере, они, естественно, автоматически будут переключаться и на Chromecast. То есть отправили с ноутбука сериальчик и сидите себе спокойно смотрите. Правда, ноутбук нельзя будет закрыть до конца. Нужно будет аккуратненько положить его где-нибудь в уголок и не забыть подключить заряд. Конечно, YouTube и отправка вкладок из вашего Google Chrome — это не все, на что способен Google Chromecast. Но это, наверное, тот ограниченный набор, которым можем пользоваться мы, жители страны СНГ. Поэтому будем радоваться тому, что имеем. К тому же, скорее всего, это устройство такое, очень кратковременное. Совсем скоро телевизоры поменяются и будет их становиться все больше умных, которые будут основаны на разных операционных системах. Есть и телевизоры на Android, есть и телевизоры на WebOS и кучу-кучу-кучу самых разных систем, которые, естественно, уже займут нишу этих устройств, и HDMI-донглы никому не понадобятся. Поэтому это маленькая радость, которая недорого стоит и может вас немного позабавить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!